В декабре 2022 года в Беларуси и в частности в Брестской области стартовал пилотный проект по организации питания в учреждениях общего среднего образования. Его участниками на тот момент были определены три школы региона, а уже с 1 сентября 2023 половина учреждений образования города над Бугом также внедрили новые подходы в организации питания учащихся. Вторая часть наших учреждений образования переходит на новые принципы питания, а это 26 учреждений с 1 сентября 2024 года. При этом Брестским городским исполнителям, комитетам, председателям Брестского образования по кому было принято решение о заблаговременной подготовке условий для перехода на новые принципы организации питания. Когда я говорю об этих условиях, я говорю о том, что Брестским горосполкомом из городского бюджета были выделены необходимые финансовые средства для приобретения и замены торгово-технологического оборудования. Участники семинара «Здоровое питание. Залог здоровья», который проходил на базе 27-й школы города Бреста, смогли не только еще раз убедиться в том, что данный проект позволил выработать оптимальный вариант организации питания учащихся, но и лично продегустировать блюда от комбината общественного питания, чтобы выбрать те самые, которые будут не только вкусными, но и полезными. Сегодня самое главное, чтобы дети в течение дня питались здоровой пищей, а не фастфудом. Наш основной ориентир – это вкусовые предпочтения детей. На дегустации представлены комплексы двухнедельного школьного меню, также новые блюда, разработанные технологами комбината, которые только планируются на перспективу. Мы хотим сейчас детей удивлять, чтобы они все-таки у нас кушали полноценно. Стараемся, чтобы это были здоровые продукты в первую очередь, поэтому все время в поиске новинок, чем их порадовать, чем удивить, чтобы они оставляли чистые тарелки. Комбинатом с этого года запустилась с сентября акция «Сытый животик», которую мы проводим очень успешно, ежемесячно в разных школах нашего города. На этот раз комбинат общественного питания представил участникам широкий выбор блюд, приготовленных из мяса, рыбы, овощей. Новинка – вкусные и полезные чипсы из моркови, свеклы и батата. В этот раз на перспективу у нас много планов, мы прорабатываем с производителями, много вариантов. Сейчас у нас такой большой акцент все-таки еще и на овощи. Столкнулись с тем, что наши дети не особо любят их, но мы стараемся как-то эту историю обыграть, ищем разные варианты. Мы сейчас закупали с сантой овощи, припущенная овощная смесь, это яркая смесь, и детям она понравилась. Сейчас мы рассматриваем вяленые овощи, нашли нашего местного Брестской области производителя, они сейчас работают над рецептурой, хотим попробовать это. Разрабатываем различные салаты, миксуем, пробуем, чтобы заинтересовать детей. Для того, чтобы узнать, какое блюдо нравится больше, на дегустации проводится анкетирование, где каждый приглашенный, будь то педагог, родитель или ребенок, попробовав тот или иной продукт, может проголосовать. И результаты оптимистичные. Проводится ежедневный контроль за организацией питания, изучается через анкетирование, какие блюда нравятся детям, какие не нравятся. Затем совместно с комбинатом общественного питания мы пытаемся изменить что-то в меню, учитывая, что нравятся детям. За последние пять месяцев у нас прошло четыре двухнедельных меню уже. В школе 1036 учеников, из них питается 92% горячим питанием охвачено у нас, остальные питаются через буфет. С учетом того, как мы общаемся с родителями, общаемся с учащимся, мы считаем, что созданы все условия для того, чтобы организовать питание именно по новым принципам. После дегустации и анкетирования собравшиеся обсудили представленное меню и другие вопросы питания на семинаре «Здоровое питание. Залог здоровья». В системе образования... Продолжение следует... Продолжение следует...